Раз в год в образовательном центре «Сириус» проводится проектная смена для самых талантливых школьников со всей России. В июле в Сочи съезжаются победители конкурса научно-технологических проектов «Большие вызовы». Заключительный региональный этап проводился в формате стендовой защиты проектов в наноцентре. Дальше ждет, ну такая адресная, наверное, поддержка этих ребят, начиная от обучения в ВУЗе, заканчивая тем, что они реализуют свои идеи уже здесь, надеемся, в Ульяновской области, и тем самым помогут. Всего на конкурс было подано 113 заявок от ульяновских школьников в возрасте от 14 до 18 лет. Из них была выбрана лучшая десятка, которые отправятся в Сочи. На защите проектов присутствовал губернатор Сергей Морозов. Надо в самом начале поздравить, причем от всей души, победителей конкурса, потому что для этих молодых людей сейчас такие отзывы постельно большая, красивая, яркая и, на мой взгляд, очень-очень перспективная ковровая дорожка. Внимание руководству области к конкурсу не случайно. Проблемы взяты из практической жизни региона, развития воздухоплавания и аппарата для тренировки конечностей после инсульта, аграрные вопросы и перспективы ветроэнергетики. Я исследовала зависимость количества лопастей ветроэнергетической установки от ее эффективности. К примеру, у меня получился результат, что ветроустановка с количеством лопастей от 2 до 5 является не более эффективной. У нас сейчас установлен, ну, строится ветропарк, в общем, мощностью 35 мегаватт, и там установлены 14 трехлопастных ветроустановок. Талантливым детям нужны талантливые наставники, поэтому в больших вызовах обучающие проекты могли представлять педагоги. И для того, чтобы наши эксперты, наши наставники стали еще лучше в своих компетенциях, им тоже полезно стажироваться в Сириусе с самыми лучшими педагогами, которые организуют и олимпиады, и конкурсы всероссийского уровня. Пять педагогов из Ульяновской области стали победителями учительского конкурса. Теперь их ждет стажировка в Сириусе. Две недели летом и две недели осенью. Егор Тстоф, Руслан Баталов. Новости дня. Ульяновская правда. Руслан Баталовская правда.